Кто нашел бархатцы? Поднимаем руку. Так, молодцы. А красивые цветочки нежно-фиолетового цвета в горшочках. Это тоже петуньи. Петуньи, это верно. Астры, флоксы и бархатцы. Ребята не были в школе долгих три месяца, и после каникул родные пенаты предстали украшенными яркими клумбами. К созданию такой красоты приложили руки все, и сами дети, и педагоги, и родители. У нас ежегодно проходят защита проектов клумб. Родители вместе с детьми, педагоги разрабатывают, как будет выглядеть клумба, защищают свои проекты. Ну, а в дальнейшем пытаются это реализовать уже на практике. При этом используют идеи, которые они подчеркнули, обмениваются растениями, ну и соревнуются, потому что все клумбы распределены между классами. С весны по осень на клумбах кипит работа. Нужно подготовить почву, растения, потом за ними ухаживают, следят и поливают, чтобы результат трудов юных и взрослых садоводов радовал глаз не только учеников и их родителей. Школа номер 41 участвует в конкурсе «Цветущий город» с момента его запуска в номинации «Лучшее оформление образовательной организации». Мы уже не первый год участвуем, во-первых, в городском конкурсе «Цветущий город». Впечатление у нас прекраснейшее, потому что мы дарим красоту нашему любимому городу, и эту красоту видят наши ребята. А красота, она прежде всего вдохновляет и дает возможность жить с новым чувством любви, счастья. Разноцветная красота вокруг школы действительно нравится окружающим, ведь пройти мимо таких сочных красок и остаться равнодушным просто невозможно. Очень приятно, когда окружают цветы, зелень. Прекрасно направление города, озеленение. Молодцы, очень хорошо. Сделали все замечательно. Такое ощущение, что здесь юные садоводы-любители поработали, и что преподавателям самим это очень нравится. А так эстетика, она всегда нужна. Красоты мало, красоты надо как можно больше, так что молодцы. Очень красиво, действительно. И зелень, и свежий воздух здесь. Очень красивая. Школа чудесная. Вместе с остальными образовательными организациями 41-я школа поборется за звание самой цветущей в городе, чтобы старания учеников и педагогов были оценены на самом высоком уровне. Анастасия Хаткова, Кирилл Смирнов, Анатолий Холин. Новости. Новости.